Так, не надо срать на моё платье. Дальше идём по моде. Я покупаю в секунде новые вещи, охренеть. А тут на фоне лежат брюки, так и просятся, штаны точнее, так и просятся, покажи нас. Задница уже пожирнела немного. Привет, мои хорошие, с вами Сирена Суэй, и сегодня мой любимый пафосный секонд-хенд. Да, я в последнее время очень часто шучу по поводу пафоса, но может я действительно пафосная, и может быть действительно не зависит от того, что человек может ходить в секонд-хенд и при этом быть пафосной. Надо с этим разобраться, возможно есть во мне немного пафосного, с этим надо поработать, но пока не об этом. Давайте начнём о моих покупочках в секонд-хенде. Итак, в этот раз, как и все другие разы, я зашла на копейки, на самую конечную распродажу и взяла просто охренительные шматинки. Сейчас я пока вертелась, Леночка у меня в гостях, может быть она там что-то ещё может сказать, не пугайтесь. Я не одна здесь. Я крутилась, и ей прям, ну тоже очень много понравилось, что говорит, нифига себе, нифига себе. Вот, кстати, первое, с чего я хочу начать, самое вкусное, естественно, я оставлю на потом, поэтому смотрите видео до конца. Да, интрига, а как вас ещё удержать? Вы же не будете просто чисто смотреть на моё пафосное лицо. Ладно, давайте начнём. Сначала мы начнём с джинсов. Я взяла двое джинс и ещё бермуды, которые сейчас в этом сезоне очень модные. Первые джинсы я взяла не себе, но очень хотела бы взять их себе, просто они мне маленькие. Реально, качество классное, цвет классный. Я давно вот ещё такие светленькие, да, джинсы? Мне кажется, они подо всё, и я люблю более светлые, чем тёмные джинсы. Мне понравились вот такие вот акцентики небольшие здесь. Что это? Краш Ван. Вообще это 158 рост на 12-13 лет. Ну, блин, знаете, я тоже, например, где в Заре, обувь покупала в детском отделе. Мой 37 размер. Офигенная обувь, которую я просто люблю. Кожаные батильончики, сапожки. Вот такая вот фирма. Короче, качество на высоте. Я вам скажу, что я ходила по разным магазинам, и брендовым, и не брендовым. То есть качество отличить я могу. Я вам скажу, что в секунде офигенное качество. Честно. Многих-многих вещей. Длина здесь на мои длиннющие ноги. Понимаете, да? Я должна была это сказать куда-нибудь. Вот. И все. Но единственное, что оно очень плотно на мне сидит. Вот, наверное, это XS. Между XS и S. То есть у меня S, но задница уже пожирнела немного. В общем, посмотрите, как сидит. Это, может быть, на видео не будет видно. Но я-то знаю. Ничего от вас не скрываю. А тут на фоне лежат брюки. Так и просятся. Штаны, точнее. Так и просятся. Покажи нас. Не убрала. Извините. Значит, я покажу их. Так. Это то, что я взяла себе. То, что мне очень понравилось по качеству, по ощущениям, по расцветке. Вообще, я их заношу, мне кажется. Я, когда их увидела, я прям, знаете, бывает. Иногда такая набрала, набрала, набрала. Думаю, так вот это я, наверное, кому-то отдам. Не хочется, чтобы кто-то взял не из моих знакомых. Да? Бывает, беру, ну, то, что буду отдавать. Заведомо знаю. Кстати, в бирке он такие новые. Телли Вейл. Ты знаешь, такое, нет? Дешевое? Ну, это такая фирма. Типа Тиранова? Европейская, неплохого качества, бюджетная, хорошая. Ну, мне нравится. Я и Тиранову люблю. Мне Телли Вейли курты металлисты. О, курточку из Италии или они привозили? Телли Вейли вот эту. Так что модно. Короче, классная и длина, классная и сидят классно. А, ну и вот, я иду такая, и бывает, примеряю там, и бывает, я вот что-то примерила такая, и стою перед этим зеркалом и думаю, боже, как же мне это идет? Какая же находка? Вот, девчонки, вы не представляете, когда я нахожу какие-то такие вещи, от которых я просто без ума, за копейки, вы не представляете, какая радость внутри меня возникает. Короче, вот эти вот леггинсы охренительно подчеркивают мою фигуру. Вот в этих леггинсах такую фигуру свою я вижу всегда. Вот иногда бывает, одену юбку, да, там, жопа приплюснутая становится или, допустим, ну, какое-то, да, бывает, наоборот, искажает как-то вашу идеальную фигуру. А вот такие леггинсы, ну, я думаю, их много где, в принципе, можно купить. Присмотритесь, посмотрите, какая я идеальная в них. Да нет, я и так идеальна. И без них. Дальше идут брючки. Ну, тоже джинсы, только они голубые. Как я поняла, Лена говорит, цветные, да? Ну, цветные. То есть это не джинсы в классическом понимании, а они вот, ну, да, подкрашенные, видимо. Но они очень кофигенно сидят, я вам скажу. И они тоже мне немножечко маловаты в каких-то вещах, ну, когда там, знаете, станешь определенно, там, салка вываливается немножко в каких-то местах. Я не очень это люблю, но мой, в принципе, размер, S-очка. И я вот уже и там в примерочной мерила прям, ну, короче, вот такие. И они тоже длина классная, они легенькие, тянутся. То есть те джинсы не особо тянутся, а вот эти прям тянутся. И я такая думаю, блин, ну, 50 на 50 оставить себе или не оставить? Ну, может, я чуть-чуть похудею. Вот, а сейчас тоже мерила, и Лена говорит, блин, классные такие, где так идут? Я думаю, блин, ну, оставлю. Может, сходну? Ну, гляньте, они такие классные, цвет такой классный. И вообще, это вот такая фирма. Кстати, мне кажется, что еще зависит, вот, насколько хорошая фирма именно за всех этих бирок. Я на них обращаю внимание. Знаете, это много стоит, блин, тут бирку прицепи, тут бирку прицепи. И какую-то не стандартную, знаете, а какую-то, блин, красивую, модную. Они, кстати, 98% хлопок. Ничего себе, ничего себе. Дальше идем по моде. Я, может быть, вы знаете, я раньше спрашивала, где можно, блин, достать нормальные шорты. Я заходила, я в Мустанг, Армани, короче, все магазины, которые у нас есть в горизонте. Я искала себе шорты. На мне ничего не сидит. И пока я ходила, искала, я знаю, что сейчас в этом сезоне очень модные бермуды. Во всяком случае, они во всех этих магазинах представлены. И я говорю, вот, сейчас вот такие модные, классические, и мне все бермуды, бермуды. Но я считаю, что мне бермуды не идут, если честно. Я люблю чуть укороченные. И вообще, я поняла, что мне и классика не идет. Мне больше всего идет и по душе, и внешне, мне кажется. Рваные. Но я хотела классические взять. В итоге не взяла, потому что на мне ничего не сидит. Но зато в секунде я увидела бермуды. И решила их взять. Потому что у них охренительное качество. То есть я уже походила, поперемерила все и знаю, что такое охренительное качество. Реально джинс очень плотный. Они мне прям впритык. То есть я тоже думала их кому-то отдать. Ну, немножко похожу. Потом отдам. И мне нравится тоже. Видите, как фирма вот здесь сделана, написано все красиво так. Джинс такой охренительный. Знаете, вот прям вот, прям вот если бы, я не знаю. Ну, крутые. Бермуды это такие удлиненные шорты. Здесь они заворачиваются. Ну, в общем, посмотрите, как на мне сидят. Я не знаю. Мне кажется, мне бермуды не идут. Они как-то мою фигуру немножко по-другому делают, нежели я хочу. Ну, не знаю. Лена сказала, что мне идут. Да? Да. Говорит, неплохо сидят. Ну, вот, зацените. Если нравится, сразу ставьте лайк. Дальше у нас пойдут две маечки, два топа. И потом платье. Итак, первое, что я хочу сказать, это вот, ну, не знаю, нашла. Это причем даже не мой размер, но сидит нормально. Она, по-моему, не эска. Такая кофточка. Четыре написано. Не знаю, что это значит. Мне понравилось. То есть, вот этот материал не особо, мне кажется, дорогой. Какой-то, знаете, обычный. Очень много там, где продают такие платья всякие из дешевого материала. Но мне очень понравилась вот эта штука. И она достаточно качественно сделана. Здесь и бисер, и на бисер, на пайетках бисер, короче. И оно так плотно. И вот, ну, прям, знаете, красиво, качественно, без ниток, без ничего. Вышито. И мне кажется, что одна вот эта аппликация дорогого стоит. Я, в принципе, померила, говорю, Ленок, вот мне кажется дешевым. Я так думала, знаете, там, ну, вот, видео какое-то снять. Просто я не люблю, когда шмутки какие-то, может, откровенно дешевые. Но, опять же, это все на вкус. Кому-то, допустим, костюм у меня там был розовым. Кому-то он кажется вообще супер дешевым. И меня тем самым портит. Ну, я могу сказать, что меня, во-первых, ничего не испортит. Вот. А во-вторых, что, ну, мне не кажется так. Да? Кому-то кажется, кому-то не кажется. Ну, для кого-то, знаете, если это не Дольче Габбана там и так далее, уже все дешевое, понимаете? Поэтому все относительно. Я решила, ну, раз мне нравится или не нравится, то я ее оставлю. Ну, посмотрите, как она сидит на мне. По-моему, ничего. Дальше это вообще... Ну, это розовый. Ну, что тут скажешь? Я его люблю. Во-первых, я люблю розовый. А во-вторых, я люблю какие-то кофточки, пиджачки с завязочками. Тут с завязочками. Материал офигенный. То есть это, я думаю, хлопок с добавлением 2 или 3% чего-нибудь, потому что оно прям мягкое. Чисто хлопок, он не такой. Ну, да нет, это вот... Это 100% котон. Тут даже... Видите? Пуговичка. Я так торможу, потому что я вспоминала это слово пуговичка. Да, тут еще пуговичка запасная. Ну, это, понимаете, просто новый, да? То есть я покупаю в секунде новые вещи. Охренеть. Вот. И мне еще такие вещи нравятся. Знаете, вот, например, я какую-то футболочку с длинным рукавом или даже с коротким одену, белую под низ, да? Надену. И сверху надену вот это, завяжу, и оно будет стильно. Также ее можно отдельно носить. Единственное, прошу прощения, что я очень спешу, как всегда, вам снимать видео, чтобы все было в срок. И поэтому я меряю ее помятая. У меня просто нет времени, пока сын спит, я все это снимаю. Как будто голая вот так, да? У меня времени нет, я все это снимаю. Вот. И я не успела просто погладить, но суть, вы поймете, это вот, ну, как бы, это рубашка с коротким рукавом, такая жилетка. Мне, короче, очень нравится. Крутая. Я буду в ней снимать частенько видосы. Все они будут яркие, розовые, красивые. Продолжение следует... Фирма. Фирма-то вот она. Ну и последние две вещи, которые просто покорили мастерство, это платье. Платье раз, черное. Если вы смотрите все мои видосы о секонд-хенде, вы понимаете, что ни один поход, по-моему, без черного платья не обходится. У меня уже можно самой секонд-хенд открывать с черными платьями. И с платьями с пайетками. Короче, мне понравилось платье. Оно простое, на самом деле. Да, вот видите, вверх он такой простой, вот такой простой, простой. А выше поднимаем. Короче, мне понравилась вот эта вот идея платья. Ну, посмотрите, то есть тут сверху нашит материал как-то вот такими штучками. И он такой легенький, то есть он двигается. Нет, ну я имею в виду... Видите, вот так раз, повернулась, так село, все черное. Повернулась вот так, село, и ты все блестящее. И он, короче, создает такой эффект. Платье очень короткое. Но я как раз представила, что я в нем вообще просто возьму кладчик и пойду куда-нибудь, либо в ресторан, может быть, за границей где-нибудь, да, присяду там вечером, да. Либо, я не знаю, ну немножко клубное такое платьице, да. Но при этом оно какое-то вот, мне кажется, не агрессивное такое, не вызывающее. При всех вот этих всех моментах, да. Черненькое, аккуратненькое платье с акцентиками вот этими вообще. Короче, мне понравилось. Ну гляньте, ну гляньте на меня в нем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последнее, чего я просто тащусь, это платье, которое на мне. Да, это платье. Может быть, вы думали, что это блузочка какая-то такая, но нет, это платьица. Во-первых, мне понравился его цвет. Он припудренный какой-то, лиловый, как ты говоришь, да? А припудренный, как вы понимаете, это же модно. Ну вообще, мне в принципе нравится припудренный. У меня очень много припудренного всего. Вот. И материал мне очень понравился тем, что он не мнется. Я сразу представила, что это платье с легкостью я могу бросить в чемодан, улететь на Канары. Моя мечта. Ну не на Канары, хоть куда-нибудь. Уже уехать. Так, дальше. Мне нравится, что здесь открытый верх. Подчеркивает мой фирменный логотип. Дальше. Оно необычное. А, то есть оно не мнется и не пачкается. Ну то есть то, что я люблю, да, для меня. Цвет такой, где, знаешь, хоть насри на него. Не видно будет. Если только срать лиловым. Если только... Лена говорит, если только срать лиловыми какашками, то не будет. Интересно, что можно сделать или съесть, чтобы насрать лиловыми какашками. Так, не надо срать на мое платье. Мне оно нравится. Вот. И смотрите. Во-первых, я без лифа. Вы видите? И не видно прям, знаете, акцентов. Прямо, что я без лифа, да? Это вообще супер. Потому что я ненавижу лиф носить. Оно необычное тем, что здесь вот такой вот бант. Он как бы и развязывается, да. Можно его так. В принципе, раз. И она тоже создает свой шарм. Платье короткое. Вы сейчас увидите его, как я в нем кручусь, танцую. Это, конечно, вот в том черном. Я такая, типа, на дискотеке там вообще отрываюсь. А в этом я скромно танцую. И вы увидите. Еще это платье универсальное. То есть, я думаю, что с ним можно пойти как и на выход, но так и повседневно. Это, Миша? Под кеды, под туфли. Во, под кеды, под туфли, да. Лена говорит, ну, то есть она посмотрела, да, вот так внешне. Говорит, что под кеды, под туфли оно пойдет. Ну, то есть это классно. Хотите выглядеть хорошо? Найдите это платье в секонд-хенде. Ну, вы не найдете. Потому что оно было там одно, я бы забрала. Но, в принципе, там много всего интересного. Так, что еще сказать? Что еще сказать? Мы долго подбирали помаду и все. У меня намешано здесь три помады. Короче, у меня она не красивая, но скажите красивая. Короче, посмотрите, как она на мне сидит. Все, мои хорошие, вот секонд-хенд закончился. Не плачьте, не плачьте. Я знаю, что вы не хотите прощаться, хотите смотреть вечно мой секонд-хенд. Но, к сожалению, почему мы не можем смотреть вечно секонд-хенд мой? Потому что кошелек не резиновый. Ассортимент, он как бы велик, но не настолько, чтобы я на целый день могла снять видео о секонд-хенде. В общем, знаете как, хорошего понемножку. Я хочу, чтобы вы за мной скучали. Поэтому вот, все. Я с вами прощаюсь, люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Обязательно ставьте лайки, чтобы я видела, что вам нравится. Буду продолжать снимать. Ну и мы крутые, потому что взяли охренительные шмотки за супер маленькие копейки. Это же круто. Все, пока. По деньгам, кстати, получилось. Я взяла, я зашла в разные два секонд-хенда, одной и той же сети нашей. В одном я взяла на 264 рубля, там 3-4 вещи. А в другом я взяла на 450 рублей. То есть все эти вещи получились мне не больше 1000 рублей. 700 рублей. Ну вот, плюс-минус копейки. Мне кажется, это вообще круто. Ну, джинсы я попросила отдельно измерить. Мне 100 рублей. Одни джинсы 100 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok